Теперь обо всех этих темах подробнее и по порядку. Организаторы и исполнители убийства журналистки Анны Политковской сядут пожизненно. Мосгорсуд огласил приговор по уголовному делу, которое тянулось почти 8 лет и стало знаковым для свободы российской прессы. Но заказчик преступления по-прежнему неизвестен. Елена Мечелькова подробнее. Счет убитым журналистам Россия ведет с 1993 года. Жизнью за свободу слова заплатили 350 человек. Из них 159 – жертвы профессиональных киллеров. В двух случаях из трех преступление не раскрывается. Но Анна Политковская сегодня, кажется, отомщена. Сучитать необходимо назначить Гайтукаеву. И Махмудову говорят каждому пожизненное лишение свободы за совершение преступления предусмотренного пункта и даже из-за части 2-й статьи 105 КРФ. Пожизненный приговор убийцы Рустема Махмудову и организатору лома Али Гайтукаеву судья не стал озвучивать перед объективами. Товарищи и даже боссы обвиняемых могли бы запомнить его в лицо. Но не исключено, что именно из боязни мести за 8 лет суда и следствия коллегия присяжных самораспускалась дважды. А осужденные сегодня на 12 и 14 лет колонии братья киллера Ибрагима Джабраил в прошлый раз были оправданы. Из фигурантов прошлого процесса уже сидит милиционер Сергей Хаджикурбанов. Итого 5 виновных, но потерпевшей стороне этого мало. При стечении такого большого количества времени, конечно, сложно найти заказчика. Но, как я уже сказала, потерпевшие будут прикладывать все возможные средства для того, чтобы заказчик был найден. Четыре выстрела в лифте дома номер 8 по улице Лесной прогремели в день рождения Владимира Путина 7 октября 2006 года. Макаров с глушителем нашли рядом. Позже камеры наблюдения помогли опознать убийцу, но о заказчике и после приговора ни слова. Потому и коллеги Политковской по новой газете не спешат ставить точку. Это не точка, это запитая, это еще неживная. Поскольку на скале посудимых не было главных персонажей, которые ответственны за убийство Анны Степановны. Все эти люди, которые зарабатывают деньги тем, чему умели. Организация убийств. Да, но убийство задумал другой человек, который пока не сидит на скале подсудимых. Последником выступал другой человек, которого пока тоже не было на скале подсудимых. Соответственно, я бы не рекомендовал никому расслабляться, поскольку на самые главные вопросы еще ответов нет. На вопрос, кому это выгодно, было много версий ответа. Первую отмел сам президент. Цитата. Смерть Политковской нанесла власти больше ущерб, чем ее публикации. Обозреватель новой газеты «Честно и часто» писала о Чечне. А за полгода до смерти сообщила, что у нее есть видео свидетельства убийства кадыровцами федеральных военнослужащих. Через три месяца после ее гибели Рамзан Кадыров стал президентом Чечни. Журналистку ему было, цитата, «искренне жаль». Сегодня дело о заказчиках выделено в отдельное производство. С учетом срока давности по особо тяжким, в распоряжении следствия еще семь лет. Елена Мещерякова, Дарья Стабникова, телекомпания «РТВАЙ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова